Добрый вечер! Вы смотрите Катунь Лайс Здоровье. И сегодня с вами в студии я, врач-невролог высшей категории Лариса Ольмяшева и моя соведущая Екатерина Варкентин. И сегодня мы поговорим о межсезонных заболеваниях и их профилактике. Весна – это не только период обновления и пробуждения природы, но еще и сезон респираторных инфекций. И, конечно же, борьбы с ними. Вы можете позвонить в нашу студию и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира – 5 5 0. И сегодня у нас в гостях заведующий терапевтическим отделением городской поликлиники номер 3 города Барнаул заслуженный врач Российской Федерации Вера Карпова. Здравствуйте, Вера Юрьевна. Здравствуйте. Добрый вечер. Вера Юрьевна, скажите, вот ОРВИ, простуда, грипп, почему так часто это возникает в период межсезонья? Ну, это традиционно. В межсезонье, во-первых, у нас неустойчивые погодные условия. Во-вторых, меняется атмосферное давление. В-третьих, существуют метеозависимые люди. Ну, а в-четвёртых, когда мы после отпуска начинаем свой трудовой цикл, то существуют некоторые элементы депрессии. Совершенно с удовольствием. И нам нужно перестроить себя на рабочий лад. К тому же, впереди обычно бывают трудовые будни, укорочение светового дня и тем самым ухудшение настроения. То есть факторов всяких предостаточно. Но самый главный фактор, почему особенно в осеннее время мы страдаем респираторными инфекциями, это мы… Ну, весеннее-осеннее время. Весеннее-осеннее время, да. Я сначала сейчас говорю об осеннем, потому что лето вроде как хороший период времени. Но мы возвращаемся в свои коллективы. Учебные, детские, рабочие. И приносим каждый свою инфекцию. Мы делимся эмоциями, мы обнимаемся, не защищаясь. И это способствует распространению. Ну, а весной традиционно здесь превалируют как раз же опять элементы депрессии и усталость, накапленная за зиму. Опять же, короткий световой день, все болячки, которые были зимой, ослабление иммунитета, ослабление всяких защитных сил организма. Поэтому, и опять же, погода неустойчивая. Неустойчивая погода. Мы об этом поговорим, про неустойчивую погоду обязательно. А у нас есть опрос. Мы вышли на улицы города и узнали вообще, болеют ли сейчас люди и куда обращаются за помощью. Давайте посмотрим? Конечно. К врачу вообще не обращался нынче. Я в основном дома употребляю чеснок и лук, и все на свете кушаю. Ну, и стараюсь нормальный образ жизни вести. Ну, самолечение там, настои, отвары всякие там, пью вот так вот. Чай горячий с малиной. Ну, в этом году не была еще, к счастью. За много лет карточка медицинская, и практически там повторяются болезни. И я просто открываю и смотрю, что мне там назначали. Обычно я сам лечусь, если простуда, там, ОРВИ и все такое. Ну, не знаю, мне проще самому, наверное, вылечиться. Самолечение. Почему? Ну, потому что я особо не болею. Вот что знаю, какие таблетки. Как раньше лечился, у врачей тоже самое. Домашними лечениями занимаемся. Ну, не болею, потому что вот не пристает ко мне болезнь, слава богу. Закаленная. Купаюсь. Хожу в сауну. Плаваю в бассейн. Вера Юрьевна, вот посмотрели такой замечательный сюжет, и в основном звучала фраза «самолечение, самолечение». Прокомментируйте, пожалуйста, вот так можно делать или нельзя? Я, как доктор, конечно, категорически против самолечения, потому что я смотрю немножечко дальше. Первые признаки простуды, они обычно одинаковы, и никто не знает, чем это закончится. А если мы затянем, то мы можем получить осложнение. Абсолютно правы. А вот какие существуют разновидности простуды, и как отличить по симптомам ту или иную разновидность? Ну, так называемые острые респираторные заболевания – это группа заболеваний, которая поражает респираторный тракт, то есть дыхательные пути, и вызывается различными вирусами. А вирусов у нас на сегодняшний день, которые вызывают респираторные инфекции, около двухсот. То есть много очень. Может быть, даже больше. То есть больше. Анализы не проводятся на каждый респираторный случай, не проводится анализ на возбудителя, кроме гриппа. Поэтому очень сложно сказать, что превалирует. Но существует несколько групп, которые наиболее часто вызывают респираторные инфекции. Что это за группа? И это группы, как правило, это грипп, парагрипп. Об этом всё знают, и в сезон об этом много говорят. Это риновирус, как правило, это самая лёгкая инфекция, которая не вызывает высокой температуры, нарушение общего состояния и так далее. Аденовирус, риносинтезиальный вирус. То есть много вирусов? То есть вирусов много, да. И у каждого есть свои особенности течения. А какие немножечко особенности, расскажите. Ну, одни вирусы, это аденовирус, вызывает ещё плюс конъюнктивит. Риносинтезиальный вирус может вызывать осиплость голоса. Кстати, коронавирус тоже относится к вирусам и тоже простудные заболевания. И тоже даёт клинику обычного респираторно-вирусного заболевания. Парагрипп даёт ларингит, лающий сухой кашель и так далее. Но, как правило, особенно в первые дни очень сложно отличить. Особенно для тех, кто занимается самолечением. Поэтому никакого самолечения призываем всё-таки обращаться к докторам. Правильно, Вера Юрьевна? А скажите, вот если человек переохладился, да, и чувствует, что вот он сейчас вот-вот заболеет, что делать, какие рекомендации дадите? В первую очередь надо как можно быстрее просто согреться. Потому что общее охлаждение, оно в любом случае вредно не только для простудных заболеваний, но и для общего состояния организма. А согреться – это совершенно элементарные вещи. Это горячий чай. В данном случае можно с традиционными средствами какими-то народными, народной медициной. Как раз здесь и упомянутый лимон, и упомянутая малина. И если нет аллергии, мёд, одеть тёплые носочки, согреть конечности. Можно сделать несколько физических упражнений, и тогда кровь придёт к самым уголкам дальним организма, и вы согреетесь. Как раз к тому, как согреться. Сегодня сняла сюжет корреспондентного основы отдела Анара Шагирова. Давайте посмотрим и обсудим. Внимание на экран. Кому из нас во время простуда не предлагали ароматного чая с долькой лимона, а в рацион добавлять как можно больше чеснока? Так насколько же эффективны эти продукты в борьбе с различным вирусом? Давайте разбираться вместе. Заодно и посмотрим, как сейчас обстоят дела на рынке. В народной медицине имбирь и лимон занимают особенное место. Их добавляют в чай и готовят настои. А весной и осенью спрос на них особенно возрастает. Татьяна – постоянный покупатель рынка. Лимон и имбирь покупают всегда. Уверена. Защищают себя от вирусов. Имбирь и лимон я употребляю постоянно, потому что они повышают иммунную систему и убивают все бактерии в нашем организме. А чеснок я привыкла употреблять с детства. Всегда были здоровыми, крепкими, никогда не болели. В период пандемии спрос на лимон особенно увеличился. А в конце марта лимона на прилавке не оказалось вовсе. Если до пандемии килограмм лимона стоил 130 рублей, то сейчас цена увеличилась до 400. А цена имбиря пару недель назад достигла рекордной суммы – около 2000 за килограмм. Изменения не коснулись только чеснока. Спрос на него хоть и поднялся, но цена осталась обычная. Спрос увеличился, скажем, на сегодняшний момент. Но был момент, когда исчез и лимон, и имбирь. Цены были такие заоблачные, ну прям подняли хорошо цену. А сегодня наши арендаторы нашли очень такую адекватную хорошую цену. Лимон есть в большом количестве, имбирь тоже есть. Покупатели за ним идут, берут очень хорошо. Специалисты подчеркивают, что лимон и имбирь способны повысить иммунные силы и не заболеть. А вот в лечении от ОРВИ без лекарств не обойтись. У нас звонок в студию. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, Даня. Меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос. Как побороть весеннюю депрессию? Вера Юрьевна, актуальный вопрос. Как побороть весеннюю депрессию? Вопрос очень актуальный, и он касается еще и профилактики респираторных инфекций. То есть, чтобы побороть депрессию, нужно заниматься, как бы вести здоровый образ жизни. Если конкретно про человека, если никогда этим не занимались, то рано утром, когда вы проснулись, первое, что нужно сделать, это острую гигиеническую гимнастику. Даже пять минут поднимут вам сразу же настроение. Естественно. Но чтобы проснуться в хорошем настроении, надо вовремя лечь спать, чтобы сон был не менее восьми часов, и чтобы организм ваш полностью восстановился. Все ваши плохие мысли, все переработалось в мозгах. Я не буду вдаваться в подробности биохимических процессов, но тем не менее это так. Вера Юрьевна, скажите, пожалуйста, вот если все-таки заболели, то что делать? Переносить на ногах, вот как многие делают, ходят на работу, или все-таки нужно какие-то меры предпринять? Что делать? Ну, сейчас я чуть-чуть вернусь к коронавирусу, потому что здесь очень ярко показал пример, что в первую очередь надо остаться дома, чтобы не заразить других. С любым вирусом? С любым вирусом. Вирус – это вирус, это летучий микроорганизм, очень мелкий и передается воздушно-капельным путем. Чихание, кашель как раз разносят вирусы на весь коллектив, в котором вы присутствуете, рабочий. Поэтому в первую очередь поберегите себя и поберегите своих близких и коллег. То есть та же самая изоляция, о которой мы сейчас говорим. Та же самая изоляция, как минимум на первые три дня, пока не станет ясно, во что выльется это начало. И никакого самолечения. И никакого самолечения. Вера Юрьевна, давайте поговорим по профилактику, да, какие существуют меры профилактики. Еще дополнительно, вот нам сейчас задали вопрос по поводу депрессии, что-то еще, может быть, добавите? Ну, в качестве профилактики респираторно-вирусных инфекций и гриппа я начну с обратного конца. То есть это вакцинация, это доказанный абсолютно метод. И мы видим, что у нас последние годы нет такого широкого распространения гриппа и даже ОРЗ. И то идет на обыль, по крайней мере, вот у взрослого населения, поскольку я работаю в взрослой сети. Все-таки нет такое количество заболевших. Это вакцинация против гриппа. Какие еще методы? Может быть, какие-то дополнительные? Дальше мы опять возвращаемся к здоровому образу жизни и к закаливанию. Здесь есть свои правила, о которых мы пока не говорим. Но и существуют, в общем-то, уже упомянутые всякие народные средства. Существуют растительные адаптогены, которые нужно принимать тоже, посоветовавшись с врачом, потому что у них есть свои побочные действия. То есть это традиционные женьшени, леутерокок, которые поднимают тонусы с профилактической целью. Они могут применяться. Иммунитет можно поднимать и какими-то еще средствами. А комплексные поливитамины? Комплексные поливитамины все-таки нужно принимать по назначению врача. У них у всех разный состав. Составных частей очень много. И при взаимодействии в организме это не всегда будет хорошо. Это, во-первых. Во-вторых, они часто-часто вызывают аллергию. Поэтому только после совета с врачом. А вот вспомнить про наши продукты, которые могут вам помочь. Здесь были упомянуты лимоны и имбирь. Лимоны ведь принимаются не с целью восстановления чего-то, а с целью того, что там есть витамин С. Мы вернемся к сегодняшнему дню, где есть квашеная капуста и сок квашеной капусты, в котором самое большое количество витамина С. Даже больше, чем в лимоне. Гораздо больше. Вернемся к черной смородине, запасы которой у нас тоже есть. Поэтому... А варенье с черной смородины? Варенье вообще можно? Профилактическое средство? Ну, дело в том, что там достаточно глубокая кулинарная обработка и достаточно много сахара. Если варенье сварено классическим способом. Хоть это же тут вкусно и полезно. Ну, конечно, если из морозильной камеры достать свежемороженую, то даже аромат черной смородины вам поднимет настроение и уберет элементы депрессии. Варенье так не пахнет. Спасибо большое, Вера Юрьевна. Очень приятно, что были у нас в студии. Мы напоминаем, что у нас в студии была заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники номер 3, город Барнаул, заслуженная врач Российской Федерации, Карпова Вера Юрьевна. А мы вернемся к обсуждению буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Добрый вечер! Вы смотрите Катунь Лайв Здоровье. И сегодня с вами из студии я, врач-невролог высшей категории Лариса Альмяшева и моя соведущая Екатерина Варкентин. Как защититься от вирусов и почему важна профилактика? Ведь весна – традиционное время обострения как сезонной простуды, так и аллергического насморка и других лорзаболеваний. И сегодня у нас в гостях врач-отариноларинголог Евгений Чуркин. Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, Евгений Васильевич! Давайте начнем с того, что такое риновирусы. Ну, риновирусы – это род вирусов, семейство пикорновирусов, которые вызывают легко протекающие острые респираторные заболевания у человека, ну и у животных. Это один из самых многочисленных родов в царстве вирусов, да. Насчитывает более 110 серотипов. То есть тоже очень много? Ну, практически, если ОРВИ, как доктор говорила, больше 200 вызывает, то риновирусы – это более 110, то есть больше половины практически, ну половину. И в структуре заболеваемости, на самом деле, именно ОРВИ, они занимают где-то 30-50 процентов. То есть практически половина заболеваний ОРВИ – это вызывает возбудитель именно риновирус. Ну, у риновируса нет оболочки, и поэтому он не очень устойчив во внешней среде. И его оптимальная температура – это 33-35 градусов. Больше 37 он уже прекращает… Нет, он не погибает, он просто прекращает размножаться. И в этом плане он в основном, конечно же, и поражает носоглотку, потому что температура меньше, чем в нижних дыхательных путях. Распространённость, распространение – это воздушно-капельное, это контактно-бытовое, то есть через предметы, на которые попал вирус. Ну и, соответственно, если человек руками затронул эти предметы и ещё и почесал глазик или носик, то, соответственно, может заразиться. То есть будет передача похож на коронавирус? В принципе, да. В общем-то, очень даже похожи, скажем так. Во многом похожи они будут. Переболев вот этим заболеванием, у человека до двух лет будет иммунитет нестойкий, но из-за того, что их, опять же, как я говорил, больше 110 серотипов, в течение года человек может несколько раз переболеть реновирусной инфекцией. В общем-то, заболеваемость всеобщая, повсеместная. В основном, конечно, это, опять же, осенний-весенний период времени. Ну и заболевание, как правило, начинается остро с заложенности носа. Соответственно, может быть озноб. То есть это уже клинические проявления, да? Да, клинические проявления, если его рассматривать. Это за счет того, что заложенность носа – это, может быть, какие-то неприятные ощущения, может быть, даже и болевые в области предаточных пазух носа, в области переносицы, в области лобных, лба, лобной области. Иногда бывает першение, сухость в глотке. У взрослого человека чаще всего даже оно протекает, может, вообще без температуры. То есть легко протекает. То есть человек может даже не понять, да, что… Ну, в принципе, да. Поэтому чем он еще опасен? То есть вот когда он передает, может быть, скажем так, передатчиком инфекции человек, он может и не понимать об этом. Тоже аналогия с коронавирусом, потому что… То есть вот этот инкубационный период, да, который есть у него? Ну, инкубационный один-пять дней, чаще всего два-три дня. А вот когда заразным человек становится, это за сутки, за сутки до клинических проявлений первых. То есть он, в принципе, здоровый человек, казалось бы. Больше всего, тяжелее всего протекает, конечно, у детей. То есть температура может до 38-39 градусов подниматься. И если вовремя не начато лечение, может быть осложнение. То есть либо ранние – это атиты, синуситы, либо поздние – это бронхиты, пневмония. Вот. Ну, еще раз повторюсь, все-таки это в большинстве своем – это легко протекающая инфекция, риновирусная инфекция, и она не требует госпитализации, как правило. Госпитализации. А вот почему нос – это первое, что нужно беречь во время простуды? Ну, опять же, то есть входные ворота – это слизистая. Ну, понятно, что это может быть в данном случае риновирусный, конечно, нос. Но других вирусов и другие слизистые могут быть, да, то есть глотки, например. Но дышим мы в основном через нос. Соответственно, самые частые – это все-таки входные ворота, это нос. Поэтому почему и маски? Если уж одели маски, то медицинские имеется в виду, то нос-то тоже надо закрывать. А вот в чем отличие? Затронули мы, да, ринит, синусит, гайморит. В чем разница? И какая у них профилактика? Ну, смотрите, то есть ринит – это воспаление слизистой полости носа. Вот. А синусит – это воспаление слизистой пазух, предаточных пазух носа. Гайморит – это одна из предаточных пазух носа, скажем так. И как, скажем так, если взять вообще синусит, ну и гайморит туда же отнесем, все-таки это, если это риногенный, если после, например, того же риновирусной инфекции, это все-таки как осложнение. То есть все равно нос задействован, и в итоге через какое-то время может и воспаление слизистой пазух носа возникнуть. Вот самое сложное – это гайморит получается, да? Да, почему? Нет. Совершенно даже нет. А профилактика какая у тебя? То есть есть более серьезная, чем гайморит, скажем так. Гайморит просто на слуху, я так понимаю. А как профилактировать? Ну, профилактировать – это, во-первых, убрать заложенность носа, убрать вирус или инфекцию, скажем так, из носа. Это промывание носа всевозможное. Это убрать отек от сосуда суживающей, пускай, и другие капли или спреи. Это противотечные препараты. То есть, в принципе, своевременно начатое лечение, на самом-то деле. А какие препараты можно использовать для того, чтобы увлажнить полость носа? Или, может быть, есть какие-то народные средства? Ну, именно для увлажнения, наверное, такой оптимальный препарат, учитывая еще и аллергизацию населения, – это изотонический раствор, то есть физиология, которую можно, кстати, приготовить вообще дома. То есть, 0,9-процентный раствор поваренной соли, это физиологически, это 9 грамм на 1000 миллилитров воды, то есть на литр воды. Но это самое такое легкое, скажем так. Почему именно изотонический? Потому что гипертонический он может немножко сушить слизистую со временем, скажем так. Изотонический он не вызывает и сухости, и в то же время убирает не только слизь, корки, пыль, ну и как раз такие вирусы, бактерии и так далее. Давайте сейчас у нас звонок в студии. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Очень приятно. Вот я вот смотрю, давно хотела пообщаться с Нором. Ну вот перед выходом на карантин проходила недосмотр, где мне сказал Ор, что у меня полипа в носу, и все как бы осложняется гайморитом. Вот, как бы была назначена на операцию, но в связи с карантином все приостановилось. И вот как бы я хотела бы поинтересоваться, чем я могу пока полечить или что-то делать, чтобы дышать. Спасибо большое за вопрос, чем может полечиться. Ну да, к сожалению, на сегодняшний день плановых нет операций. Полечиться, это опять же, ну скажем так, это гормоны спреи в нос, то есть это тот же Назанекс, это тот же Назарел, ну их много, это маметазоны и так далее. То есть, ну опять же, нужно подходить к тому, что именно индивидуальная переносимость. Потому что, да, Назанекс, он в принципе самый распространенный такой брендовый препарат. Ну зачастую бывает и он тоже может сухость вызывать. А тот же Авамис или какой-то другой препарат увлажняет и лучше переносится. То есть, если переносится хорошо препарат, то применяете. Притом эти препараты можно применять длительно, то есть месяцами. Есть люди, которые круглогодично применяют. Вот, ну лучше, конечно, не аналоговыми, а все-таки оригинальными препаратами начинать. Тот же Назанекс, например, да? То есть мы рекомендуем Назанекс? Вот, это раз. Второе, это промывание носа, опять же, это физиология, это растворы, которые даже и гипертонические растворы, слабые гипертонические растворы. Это и препараты спреи, опять же, минеральных солей, поваренной соли, маримеры, аквалоры, аквамарисы и так далее. То есть все равно там какие-то слизь, корочка что-то образуется, и вы ее промываете, все равно улучшается дыхание. И если не хватает, антигистаминные препараты. Ну их тоже очень много. И опять же, нужно подходить к тому, чтобы он не вызывал побочных действий, то есть седативного того же действия, сонливости. И в то же время действительно помогал, убирал отек. То есть есть чем полечиться? Спасибо большое за такой обширный ответ. Да, конечно, есть. Это плановая операция, это не острая. Это не острая ситуация. А давайте поговорим о том, есть ли какие-то универсальные препараты, которые в отличие от сосудосуживающих капель, можно применять долго и при любом насмерке, и при сухости. Коротко прямо. Ну, опять же, универсальных препаратов, как таковых, наверное, нет, потому что и микроорганизмов очень много, как мы даже вирусов перечислили сколько. И мы все разные, и у нас очень много что интересного, как бы и слизистая, и обмен веществ, и так далее. И поэтому универсальных, конечно, нет, но есть препараты, которые я уже назвал. Это глюкоквартигостероиды, спреи как раз местные, да, которые можно применять очень длительно, месяцами и годами, скажем так. Это промывание носа можно, опять же, той же физиологией применять. Вот. Ну, все, конечно, нужно применять без фанатизма. Ну, универсальных все равно нет. Ну, универсальных, конечно, нет. То есть все нужно по ситуации. У нас звонок в студию. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. А я задала уже вопрос. Можно мазать целитно-филактики инфекционных вирусных заболеваний, но с вифероном? Спасибо большое. Как прокомментируете? Ну, в принципе, мне сам препарат тоже виферон нравится. Тем более, что он реально противовирусный препарат, то есть интерферон тот же, да. Единственное, конечно, длительно, я бы не рекомендовал, потому что длительный прием виферона, соответственно, в общем-то, нежелателен, скажем так. Но в период, когда пик заболеваемости, то есть 2-3 недельки, перед тем, как куда-то идете, конечно, можно. И есть единственное, что есть мазь и гель. Ну, наверное, предпочтительно все-таки мазь, потому что она более, ну, увлажняет. А не вредит ли мази, не вредят ли мази слизистые оболочки? Ну, опять же, мазь, она для чего-то тогда и применяется, если она начала, начало применения произошло. То есть, значит, какая-то сухость, значит, какие-то корочки и так далее. То есть, конечно же, для увлажнения мазь можно применять. Но, во-первых, нужно знать, что длительное применение мази нарушает, скажем так, многих таких процессов, ну, как, например, шевеление ресничек слизистой носой. Это получается застой слизи. Это не уходит, ну, в смысле, не вымываются вирусы, пыль и так далее. Если она застаивается, соответственно, это может привести как раз-таки к заболеванию. То есть, длительное применение не нужно. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Меня зовут Анна. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, когда встаёшь кровь, на что указывает анализ крови АЛТ и АСТ? АЛТ и АСТ – это показатели изменения функции печени. Как правило, меняется при гепатитах, при стеатогепатозах. Поэтому, если у вас есть изменения, иногда при паразитозах повышается, обязательно, если есть изменения, обратиться на консультацию к гастроэнтерологу. Спасибо. Пожалуйста, будьте здоровы. Спасибо. Евгений Васильевич, поговорим о профилактике носоглотки. Коротко. Какие основные меры нужно предпринимать? Как профилактировать заболевание? Ну, профилактировать… То есть, самое главное – не заболеть. Да, первая профилактика. То есть, если пик заболевания, то, наверное, всё-таки в людных местах не появляется. По возможности, если появились, то можно надеть маску медицинскую. Это после того, как вы домой пришли, можно промыть нос, горлышко той же физиологии, или просто даже водичкой. Это помыть руки, потому что мы всё равно прикасаемся к глазам, к носу и так далее. То есть, очень похожа профилактика, да? В принципе, да. Спасибо большое, Евгений Васильевич. У нас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Добрый вечер. Вы смотрите «Катунь. Лайв здоровья» в студии врач-невролог высшей категории Лариса Альмяшева и я, Екатерина Варкентин. И сегодня мы говорим о сезонных заболеваниях. И у нас в гостях врач-экушер-гинеколог, специалист по превентивной медицине Тамара Владимировна Жук. Добрый вечер, Тамара Владимировна. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как врач превентивной медицины, расскажите, пожалуйста, как сохранить иммунное здоровье? На самом деле наше здоровье во многом определяется нашим образом жизни и здоровый иммунитет не является исключением. Поэтому я, как врач превентивной медицины, как правило, выделяю четыре ключевых аспекта. Первый – это индивидуальный подбор питания. На втором этапе у нас идет нормализация обязательно сна. Важно нормализовать пациентов по коррекции нутриентных дефицитов и, кроме того, не забывать про формирование у организма стрессоустойчивости. В настоящее время огромное количество научных работ посвящается изучению так называемой скрытой пищевой непереносимости. В 80-х годах было очень модно соблюдать диету по группам крови. Это когда в зависимости от группы крови человеку назначается определенный список продуктов. Сейчас наука шагнула вперед, существуют современные тесты, которые позволяют индивидуально определить непереносимость к тем или иным продуктам. А чем вообще опасна такая пищевая непереносимость? Дело в том, что наш иммунитет может реагировать неоднозначно на разные продукты питания, в том числе на некоторые продукты. Для каждого они индивидуальны, они могут даже быть совершенно обычными, ежедневными. Иммунная система может запускать синтез иммуноглобулинов класса G. Таким образом, постоянное употребление продуктов, которым существует скрытая пищевая непереносимость, будет перекружать нашу иммунную систему. И мы будем склонны к частым инфекционным заболеваниям, к вирусным каким-то нагрузкам. Поэтому, безусловно, если мы советуем пациенту сдать диагностическую панель на определение скрытой пищевой непереносимости, мы, по сути, даем ему рекомендацию, которую он может соблюдать в течение всей своей жизни. Ну вот как раз, что это за методика, можно посмотреть в нашем следующем сюжете. Давайте посмотрим и обсудим. Внимание на экран. Хотите похудеть, укрепить иммунитет, избавиться от синдрома хронической усталости и многих хронических заболеваний? Сегодня есть метод посовременнее, чем подсчет калорий и исключение из рациона вредных продуктов на АБУ. Диагностика пищевой непереносимости ImmunoHealth – это научный метод на стыке иммунологии, генетики и нутрициологии, который позволяет создать персональную, даже не диету, а в полном смысле систему питания, которая подходит именно вашему организму. В результате диагностики вы получите не только полный перечень продуктов, рекомендуемых или запрещенных к употреблению именно для вас, но и их индивидуальное сочетание в каждом приеме пищи. С помощью диеты, составленной по технологии ImmunoHealth, с иммунной системой снимается постоянная избыточная нагрузка и восстанавливается нормальный состав микрофлоры кишечника, что позволяет избавиться от целого ряда патологических хронических состояний, существенно сократить потребность во многих лекарствах, вплоть до полной отмены. Тамара Владимировна, вот после прохождения такого анализа пациент получит какие-то конкретные рекомендации по продуктам. Расскажите немножко поподробнее. Да, на самом деле после прохождения теста по системе ImmunoHealth пациент на руки получает четкий перечень продуктов. Они разделены на три зоны, на красную, желтую и зеленую. Те продукты, которые у нас попадают в красную зону, они должны исключаться на срок не менее 3-4 месяцев из-за рациона. Те продукты, которые попадают в желтую зону, в их отношении мы должны соблюдать принцип так называемой ратозационной диеты. Это как? Это мы должны не употреблять эти продукты чаще 1-2 раз в неделю. И те продукты, которые у нас вошли в зеленую зону, они являются предпочтительными, и именно они должны составлять наш основной рацион питания. А это индивидуально для каждого человека подбирать? Да, совершенно индивидуально. Я сама сдавала систему ImmunoHealth, и, например, у меня есть пищевая непереносимость к моркови. Вот, интересно. Или, например, к красному перцу. То есть те продукты, на которые ты никогда не думаешь, потому что, в принципе, принято считать, что наиболее аллергенными продуктами являются белок коровьего молока или белок яичный. У меня дочери на овес, у меня на помидоры и сельдерей. Поэтому мы все очень индивидуальны. А у кого-то на обычные любимые зеленые яблоки. Поэтому давайте еще поговорим с вами, как мы можем нутриентами укрепить иммунитет. То есть питание понятно, мы поговорили. А какие нутриенты вы порекомендуете для укрепления иммунитета? Да, очень важно не быть в дефиците по нутриентам. Ну, во-первых, давайте разберемся, что такое нутриенты. Да, хотела знать вопрос. Подразделяются на микро и макро. Макронутриенты – это белки, жиры и углеводы. И, как правило, мы их можем получать иногда и с лихвой. Здесь акцент нужно делать на хорошем потреблении качественного белка и полезных жиров. А вот простые углеводы – это сахар. Мы должны сводить, как правило, к минимуму. И к микронутриентам у нас относятся витамины и минералы. Здесь лидерами для укрепления иммунитета является витамин С, витамин Д, цинк и, пожалуй, йод. Но вот что из этого лучше принимать в комплексе, а что отдельно? Вы знаете, когда я собираю анамнез у своих пациентов, я всегда прошу их уточнить, принимают ли они что-то на постоянной основе. Возможно, они принимают какие-то биологические активные добавки или те же витамины. И если я слышу ответ, что нет, я ничего не принимаю, то это меня заставляет задуматься о том, что наверняка у человека может быть уже и дефицитное состояние. Если мы говорим про дефицитное состояние, то здесь нам нужны более высокие дозировки. И мультикомплексные препараты, они, к сожалению, не содержат никогда больших доз по витаминам и минералам. Поэтому я назначаю диагностику, она сейчас доступна. Мы можем смотреть витамины, минералы и уже более индивидуально определять дозы и режим приема. Тамара Владимировна, давайте поговорим о современных методах укрепления иммунитета. К наиболее современным методам в плане укрепления иммунитета я, пожалуй, назову криотерапию. Это современное закаливание нашего организма. Давайте посмотрим сюжет, что же это такое, и затем обсудим. О лечении с помощью холода известно давно, точно так же, как и об оздоровительных эффектах закаливания. В Японии впервые было доказано научным путем, что воздействие на кожу в смеси азота улучшает состояние и восстанавливает подвижность суставов. Итак, что же такое криотерапия и как она влияет на организм? Криотерапия – это физиотерапевтическая процедура, действие которой основано на ответных реакциях организма на переохлаждении наружного слоя кожи. При помощи специализированного оборудования на человеческое тело воздействуют сверхнизкой температурой до минус 160 градусов, благодаря чему возникает быстрое охлаждение кожного покрова до 0 градусов. Стрессовое воздействие сверхнизкими температурами вводит организм в состояние шока, что раскрывает его резервные возможности и заставляет головной мозг провести диагностику всего организма, оценить функцию органов и систем. По сути, это уникальный метод, запускающий в организме процесс самодиагностики. 15 сеансов криокапсуле приравниваются к 2 годам закаливания. Криотерапия нацелена на устранение глубинных причин заболеваний и решение проблем в самой их основе. Это способ естественного оздоровления и закаливания организма. Тамара Владимировна, вот расскажите более подробно про эту замечательную методику. Ну, как уже было показано, что криотерапия относится у нас к физиотерапевтической процедуре и основана на воздействии холодом экстремально низкими температурами на поверхностные кожные покровы. Криотерапия, было сказано, она на самом деле была изобретена в Японии, и изначально ее использовали для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Доказано, что один сеанс в криокапсуле на 99% убирает болевой синдром. Поэтому острые заболевания опорно-двигательного аппарата являются прямым показанием для прохождения данной процедуры. Кроме того, что мы улучшаем иммунную функцию на фоне посещения таких процедур, мы имеем еще достаточно большое количество различных терапевтических эффектов. Как гинеколог я люблю данную процедуру рекомендовать женщинам с климактерическим синдромом. Она замечательно помимо заместительной гормональной терапии убирает приливы. Также я ее могу рекомендовать и девушкам, и женщинам молодого репродуктивного возраста, у которых, предположим, есть такая проблема, как нарушение менструального цикла, либо предменструальный синдром. Если говорить про криотерапию в арсенале других докторов, то ее очень любят назначать эндокринологи для борьбы с ожирением. Потому что за один сеанс в криокапсуле у нас сжигается до полутора тысяч килокалорий. Кроме того, при воздействии холода происходит преобразование белой жировой ткани в бурую жировую ткань. А именно бурая жировая ткань у нас отвечает за высокий уровень обмена веществ. Еще одним из показаний для криотерапии является заболевание кожных покровов. Псориазы, дерматиты — эти заболевания замечательно в комплексной терапии в сочетании с крио регрессируют. А вот если говорить о простудных заболеваниях, о гриппах, всевозможных… К сожалению, но если мы говорим про обострение, а не про, так сказать, ремиссию заболевания, криотерапия противопоказана в период острого обострения. А какие есть еще противопоказания? Она противопоказана женщинам во время беременности, женщинам во время лактации. Также противопоказана пациентам, у которых есть аллергия на холод, либо тем пациентам, у которых есть запущенная стадия венозной недостаточности с формированием уже трофических язв. Спасибо большое. У нас звонок в студию. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте. Татьяна Ивановна меня зовут. Очень приятно. Вот мы передали ей, значит, у меня в 99-м году была операция на молочной железе, химиотерапия была, онкология была. Ну, невысокой стадии еще. Что вроде я пью тут таблетки, плечи, отваливается все, отваливается иммунитет ноль. И я уже к кому только не ходила. И вот пейте витамины, пейте витамины. Какие? Никто ничего не говорит. Молчат просто сидят, тупо, и все. Спасибо. Мы вас услышали. Что скажете по поводу приема? Я считаю, что пациентке нужно прийти на прием к врачу превентивной медицины. А учитывая анамнез по достаточно сложной патологии, здесь будет рекомендована обязательно первоначальная диагностика для того, чтобы не назначать мультивитаминные комплексы на обувь. Все-таки нужно сначала обследоваться. Конечно, мы обследуемся, и можно будет уже прицельно назначить и ответить на этот вопрос, а какие же мне пить витамины, да? То есть просто так все равно мы еще хотим донести до наших слушателей? Конечно, безусловно. Не нужно идти в аптеку и просить продавца «Дайте мне какой-нибудь мультивитаминный комплекс». Это не совсем правильно, и в большинстве случаев пациенты не получают должного эффекта желаемого. Но вот возвращаясь к криокапсуле, да, в качестве профилактики вот таких сезонных заболеваний мы можем использовать эту процедуру? Безусловно. Профилактика всегда лучшая, она очень важна. Мы можем использовать крио с периодичностью, как правило, один раз в полгода. Если мы будем говорить о каких-то других патологических состояниях, здесь уже кратность применения терапии назначает врач. А в целях общей профилактики раз в полгода 10-15 сеансов. Как невролог добавлю, что очень эффективно при остеохондрозе, помогает действительно восстановиться быстрее и за более кратчайшие сроки, и также при артрозах и при артритах. Вы меня заинтриговали, теперь захотелось попробовать эту процедуру на себе. Да, я как раз репродуктолог могу добавить, что сейчас появляются научные работы о применении криотерапии у пациенток с бесплодием неясного генеза, и в том числе у пациенток, которые готовятся к процедурам ЭКО. А вот есть какие-то ограничения по возрасту? Ну, как правило, ограничений прям чётких не выделяют, но, естественно, это всё больше относится не к деткам, просто потому что даже оборудование под это не адаптировано. Тамара Владимировна, расскажите немножечко нам про сон, как сон влияет на укрепление иммунитета. А влияет он самым прямым образом. Дело в том, что активация нашей иммунной системы наиболее активно происходит именно во время сна. Во время сна у нас вырабатывается гормон здоровья и молодости, гормон мелатонин, и именно он запускает активацию иммунной системы. Так вот, если мы имеем нарушение сна, имеем его депревенцию, это неизбежно будет снижать его синтез. Поэтому я на своих приёмах всегда уточняю, как спит пациент, и если он спит недостаточно, даю краткие рекомендации. Могу перечислить? Да, обязательно есть необходимость такая, расскажите. Отход ко сну до 23.00, лучше до 22.00. За 3-4 часа до сна мы уже не кушаем, а за 2-3 часа до сна мы избавляемся от всех возможных гаджетов, потому что синий спектр излучения действует губительно на синтез нашего мелатонина. Перед тем, как отойти ко сну, можно сделать небольшой ритуал, сделать самомассаж ступней, либо принять ванну с магнием, с магниевой солью. Это английская соль, она продаётся, в принципе, в аптеках. Ну, а также проветрить помещение. Спасибо большое. Мы благодарим, на студии была врач-акушер-гинеколог, специалист по превентивной медицине Тамара Владимировна Жук. Мы продолжим буквально через несколько минут и поговорим о том, как поддержать иммунитет в период простуд. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Добрый вечер! Вы смотрите Катунь. Лайф. Здоровье. И сегодня в студии с вами я, врач-невролог высшей категории Лариса Ольмяшева и моя соведущая Екатерина Варкентин. Иммунитет защищает наш организм от вирусов. Вот вопрос. Как защитить иммунную систему? И сегодня у нас в гостях врач-аллерголог-иммунолог Наталья Николаевна Нагорная. Добрый вечер, Наталья Николаевна. Добрый вечер. Естественно, первый вопрос. Скажите, что же такое иммунитет? Иммунитет – это система организма, которая защищает нас с вами от всего чужого, что может нам попасть. У нас с вами границы внешнего контакта с внешним миром – это кожные покровы, слизистые оболочки респираторного тракта и слизистая кишечника. Поэтому все, что мы с вами вдыхаем, все, что мы с вами съедаем, что пытается поселиться у нас на коже, оно контролируется достаточно большим количеством иммунокомпетентных клеток либо другими факторами неспецифической защиты, которые должны мы беречь, холить, лелеять. Ну вот есть разные способы поддержать иммунитет. Наша следующая героиня нашего следующего сюжета выбрала особенный. Давайте посмотрим и обсудим. Внимание на экран. Всем привет. Меня зовут Наталья Полякова. Я занимаюсь массажем уже 12 лет и ни разу за эти 12 лет не болела вирусными заболеваниями. Сегодня я поделюсь с вами секретом, как мне удалось это. Когда ко мне приходит клиент, я всегда зажигаю эфирное масло. Беру вот такую аромалампу высотой 12-15 см. Сверху у нее есть емкость. В эту емкость необходимо налить теплой воды. Вниз нужно поставить чайную свечу без запаха. Она будет нагревать воду. А сверху можно добавить любое масло, которое будет являться противовирусным средством. Прекрасно здесь подойдет масло чайного дерева. Это очень мощный антисептик. Прекрасно подойдет масло нероли, бергамота, можжевельника и эвкалипта. Все они являются очень мощными антисептиками и противовирусными средствами. Лампа будет гореть 30-40 минут. Вы будете дышать этим воздухом. Обычно на лампу идет 4-6 капель из расчета на 15 квадратных метров. Но в каждом масле будет своя инструкция в коробочке. И там будет уже точно визировка. Масло можно купить в любой аптеке или масс-маркете. Но обязательно обращайте внимание, чтобы на масле было написано 100% натуральное эфирное масло. Будьте здоровы! Наталья Николаевна, ну как вот Вы относитесь к такому методу, к фитотерапии? Все, что не вредит, то полезно. Можно четко понимать… Очень красивый ответ. Нужно четко понимать, что у нас с Вами вирусы, они принципиально отличаются от всех других микробов. Поэтому для их жизнедеятельности необходима здоровая клетка, необходима клетка хозяина. И поэтому, когда вирус попадает в эпителиальную клетку, респираторный тракт или кишечного, сама клетка становится производителем, фабрикой этого вирусов. Поэтому для того, чтобы уничтожить этот вирус, эту фабрику должно подействовать только цитотоксический лимфоцит, который должен убить ее. Поэтому все арома масла или количество витаминов, которые Вы съедаете, количество чеснока, имбиря и, будем так говорить, лука, не имеет принципиального значения ни к частоте встречаемости с этим вирусом, ни к длительности, ни к тяжести этому течению. Поэтому все можно, что Вам полезно. Замечательно. Даля Николаевна, давайте поговорим о том, как вредные привычки будут влиять на иммунитет. Посмотрите, какой красивый муляж. Давайте начнем с того, как же они влияют. Ну, если мы говорим о вредных привычках, мы все-таки с Вами предполагаем, что это табакокурение. Поэтому если кто-то из членов семьи курит, фактически курит вся семья. Поэтому наивно думают, что если папа курит на балконе, ребенок не получает свои дозы табачного дыма. Поэтому все смолы, которые мы с Вами вдыхаем, они являются факторами риска для развития, прежде всего, аллергических заболеваний респираторного тракта, так как это химически активные вещества. Во-вторых, они обладают раздражающим действием на респираторный эпители. В-третьих, они нарушают нормальное функционирование любой дыхательной клитки, которая отвечает прежде всего на газообмен. А гипоксия от нее, от нехватки кислорода, которая осуществляется в альвеолах, страдает абсолютно все ткани и органы. Давайте покажем нашим телезрителям. Катюша, иди качай. Вот это легкие у нас здорового человека, а это легкие курильщика. Посмотрите, во-первых, какие они страшные, по-другому не скажешь. И посмотрите, как нарушается их объем, как они страдают при курении. Поэтому, я думаю, тут все, Катюша, еще поточни, наглядно видно. Призываем Вас отказаться от вредных привычек и от курения тем более. Все верно? Да, конечно. Спасибо большое, и тебе, Катя, спасибо. Давайте поговорим, как поддержать иммунитет в период обострения простудных заболеваний. Ну, поддержать иммунитет, как бы нет такой таблетки, которая бы на это была действована. У меня есть интересные таблетки, да? Да, вот волшебные таблетки вы не найдете, потому что, по большому счету, иммунитет, это с вами частота контактов с всеми вирусами, которые мы с вами не встречались. Поэтому мы четко должны понимать, что у нас с вами любая клетка, она защищает НАТО от любого внедрения чужого. Но при этом, если система врожденной иммунитета не спасается, все равно вынуждены привлечь другие, будем говорить, более специализированные иммунокопитетные клетки, которые работают только в определенных органах иммуногенеза. Это Т-лимфоциты в тимусе, это Б-лимфоциты, которые содержатся в красном куске на мозге. И они нам с вами будут давать как раз вот ту длительную, надежную защиту, они нам будут давать тот багаж приобретенного иммунитета, который с нами останется навсегда. Поэтому частота и количество респираторных инфекций это тот приобретенный иммунитет и багаж, с которым с вами остается на всю жизнь. Поэтому мы с вами можем только не навредить ему какими-то другими, будем так сказать, лекарственными препаратами. И в остром периоде респираторная инфекция, учитывая, что ваш опрос по телевизору, который был представлен, говорят о том, что, как правило, респираторная инфекция, достаточно легкопротекающая инфекция, организм сам с ними справляется в течение 7 дней и не требует никакой специфической терапии. Назначение антибиотиков, как профилактический либо предупреждающий момент, осложнение бактериальное, не является показанием, поэтому назначение идет только по очень четким критериям при наличии явных клиник, вторичной бактериальной инфекции. Антибиотики не обладают противовирусным действием. Это мы тоже с вами должны очень хорошо представлять. Из того огромного разнообразия вирусов, которые есть, противовирусных препаратов не существует. Из того, что дома у нас есть, что мы можем использовать в качестве антибиотиков? У вас дома может быть только хорошее питье, это правильное питье, большое количество напитков, которые могут быть у детей представлены, это морсы и компоты и так далее, которые содержат аскорбинку и бруснику, и клюкву, все, что удобно. Это должна быть температура воздуха в помещении не менее 22% и не 22 градусов. Это должна быть влажность воздуха от 40 до 70%, потому что если у нас с вами дома жарко и сухо, слизистые оболочки пересыхают, лизоцим не работает, будем так говорить, и травмируемая сухая слизистая, она более будет доступна для всех вирусов, которые могут нас с вами окружать. Наш следующий герой, Александр Зеленецкий, дома обливанием занимается и закаливается. Давайте посмотрим. Посмотрим, да, потом обсудим. Внимание на экран. 95, 96, 97, 98, 99, 100. И так каждый день делаю на самоизоляции зарядку, жим от пола, растяжку, гимнастику. И в домашних условиях можно закаливаться и с помощью холодного душа мы его включаем. Очень холодная вода у нас идет. И начинаем с ног. Ноги, руки. И в последнюю очередь. Ну, по-моему, поговорим. Три раза в день надо делать. Утром, в обед и перед сном. Сон будет великолепный, здоровье хорошее. Будьте здоровы! Наталья Николаевна, ну как вообще относитесь к закаливанию? Все, что было воспитано с вами при социализме, солнце, воздух и вода приветствуются в любом возрасте. Ваши лучшие друзья. Поэтому водные процедуры, так же, как и холодные обтирания и любые, будем так говорить, физические упражнения на воздухе никогда не повредят, потому что они как раз адаптируют нас к тем, будем так говорить, условиям внешней среды, к которым мы должны выходить из помещения и реагировать. Спасибо вам большое. Спасибо большое. У нас короткий перерыв. В студии будет вновь Таталья Николаевна. Не прощаемся. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Добрый вечер. Вы смотрите Катунь. Лайв здоровья. И сегодня с вами из студии я, врач-невролог высшей категории Лариса Альмяшева и моя соведущая Екатерина Варкентин. У нас в гостях руководитель сети тренажерных залов Денис Капустин и врач-аллерголог-иммунолог Наталья Нагорная. Наталья Николаевна, для детей и взрослых, продолжая наш разговор, профилактика должна быть все-таки одинаковой или различаться? Если мы говорим о специфической профилактике респираторных инфекций, она, конечно, будет различаться. Просто бабушки, дедушки, мама и папа, они уже когда-то получили свою порцию иммунобиологических препаратов, они долго живут на свете, они уже со многим встречались. Новорожденные дети, конечно, только-только встречаются, приходят этот микромир, достаточно сложно адаптироваться к тем инфекциям, с которым приходится сталкиваться. Поэтому первые два года жизни, как правило, это очень активная иммунопрофилактика, и нужно придерживаться рамках национального календаря привива для того, чтобы максимально быть приближенным, декретированным возрастам, которые гарантированно защищают ваше ребенка государство теми препаратами, которые есть. Из респираторных инфекций у нас с вами профилактируется только грипп. Это та вакцинация, которая проводится ежегодно, которая показана детям шестимесячного возраста, без ограничений возрастных, которые есть по другим препаратам. Это каждый год, каждый сезон у нас с вами всегда есть актуальные штаммы. На сегодняшний день у нас с вами вирус гриппа уже поменял свою антигенную структуру, и Всемирная организация здравоохранения даст указания, какие актуальные штаммы будут включены в вакцину с сезона 2020-2021 года. Наталья Николаевна, какие прививки можно рекомендовать в этот период? В любой период у нас с вами единственная только вакцинация от гриппа является именно сезонный характер, потому что все-таки максимальные вспышки приходится с сентября по апрель. Зимой, как правило, всегда респираторные инфекции более активны. Летом у нас с вами разобщенность. Вирусы все равно респираторные, чувствительны к ультрафиолету, поэтому и не жизнеспособны достаточно длительное время. Поэтому в зимние, перед началом респираторного сезона, вакцинация обязательно должна быть проведена против гриппа и против пневмококовой инфекции. Потому что, как правило, вирусы всегда берут с догонку еще какого-то любимца из микробного пейзажа, который всегда присутствует у нас в ротоглотке. Ну, взрослые все-таки не всегда соблюдают правила, не прививаются от гриппа и от других инфекций. Как себя настроить на то, что надо, все-таки надо прививаться? Ну, вот я думаю, 2020 год – это как раз онлайн-версия мира без прививок, за который так ратывали последние 50 лет антипрививочники, поэтому только нам повезло с респираторной инфекцией, а не с чумой, холерой или там сибирской язвой. Поэтому на сегодняшний день единственное средство защиты от вирусных инфекций – это профилактика. Противовирусных средств нет, лечить их нечем даже в 21 веке. А как отличить аллергическую реакцию, да, именно от реакции на простудное заболевание? Ну, как правило, аллергическая реакция – это всегда причина связанных компонентов. Она всегда у нас манифестирует максимум в первые 20 минут, иногда в первый час. Мы всегда с вами знаем, что если мы аллергируем, аллергию у нас с вами на кошку, если зашли в помещение, где присутствовало какое-то животное, которое для нас является причиннозначимым, у нас с вами всегда появляется отек, зуд гиперемии. Вот эти те симптомы, которые мы всегда отличают от других респираторных острых инфекций. Для инфекционного заболевания в большей степени стартуют сначала симптомы нарушения самочувствия, всегда нарастает лихорадка. При аллергических реакциях температуры, как правило, не бывает. Антигистаминовый препарат является как раз тем маркером. Выпили антигистаминовый препарат, через 15 минут все симптомы, которые вызывали ринит, у вас прошли. Наталья Николаевна, ну вот сейчас все вынуждены большую часть времени проводить дома. Каким должен быть оптимальный воздух в комнате? А вот пребывание в закрытом помещении не исключает у нас с вами проветривание этого помещения, чтобы была относительная влажность, как мы говорили, 40-70%, чтобы у нас температура была прохладная, 22-24 градуса. Поэтому это максимально комфортные условия для пребывания человека в жилище. Денис, давайте поговорим с вами. Спасибо, Анталья Николаевна. Скажите, пожалуйста, какие виды нагрузок вы рекомендуете нашим пациентам для того, чтобы оставаться в форме и, может быть, даже повысить иммунитет? В данном случае нагрузки должны быть максимально разнообразными. То есть это может быть и кардионагрузка, аэробная. Это может быть и анаэробные. И их лучше сейчас совмещать. Благо сейчас в интернете абсолютно все показывают свои онлайн-тренировки, певцы, актеры, спортсмены. А вы какую-то порекомендуете? Да, мы тоже постоянно. Что вот ваши индивидуальные рекомендации? Да. Моя рекомендация и тренерам нашей сети, которые ведут онлайн-тренировки, максимально разнообразить тренировки, чтобы каждая тренировка не была похожа на другую, чтобы максимально-максимально увеличить вот этот спектр различных нагрузок на организм. Тренировки должны быть, в первую очередь, регулярные. Может быть, это не каждый день, может быть, это через день. Через день это тоже регулярные. Да, через день это регулярные. Не пропускать и так далее. Ну а вообще, может быть, какие-то советы по рациону питания у вас будут нашим зрителям? Ну да, это очень важно. Мы можем даже подробно на эту тему поговорить. Расскажите, какие вы рекомендуете советы по питанию? Ну, главное для поддержания иммунитета – это, опять же, режим. То есть, кушать надо дробно. Хотя сейчас есть такие мнения, что возвращаться к трёхразовому питанию – ну, это как бы не выдерживает критики в большинстве случаев. А вот, они должны быть регулярные. То есть, самый основной совет, который я даю своим подопечным – кушать в одно и то же время и за дня в день. Вот сколько раз в день нужно питаться? Вот вы говорите «дробное питание». Что это такое, что включать в него нужно? Ну, в идеале 5-6. 5-6. Это могут быть перекусы. То есть, некоторые говорят, да я не могу поесть больше трёх. Тогда я говорю, вот вы завтракаете, обедаете и ужинаете. Вы между завтраком и обедом можете съесть банан? А, это могу. А между обедом и ужином съесть, допустим, там овощи. Да, да, всё нормально. Вот это могу, да? Поэтому вот таких вот примерно 5 приёмов. Главное, чтобы они были в одно и то же время приблизительно. Завтрак как можно ближе к пробуждению, и он должен быть плотным. То есть, там должны быть и углеводы, может быть комплексные, может быть и быстрые, и белок. А ужин ни в коем случае не следовать рекомендациям не есть после 6-ти, после 7-ми. Ужин за час до сна. То есть, это такие можно кушать после 6-ти? Конечно. У Дениса более приятная рекомендация, да? Но главное, чтобы это был белок, а предпоследний приём, ну, может быть, не много углеводов, а может быть овощи. А какие-то конкретные, может быть, продукты порекомендуете, которые ваши излюбленные, которые более эффективны? Вот коротко. Коротко. Да. Ну, лимоны, что там. Ну, вот мои излюбленные продукты, это, не знаю, сейчас бобовые, перловка. Отлично. Мне вот нравится, они не такие. Виталия Николаевна, вы какие порекомендуете продукты? Как врачи много? Я думаю, что еда должна быть разнообразна по-любому. Поэтому, если в рационе у вас есть обязательно зелень, где микроэлементы, то, что у нас с вами биодоступность максимальная из пищевых продуктов, каша должна присутствовать в рационе, это должны быть варёные каши, крупы, а не смеси, которые, будем так говорить, и быстрого приготовления, это должны быть обязательно фрукты, овощи. Поэтому кисломолочные продукты, мы тоже про них не забываем. Там нормальная флора, которая нам необходима для поддержания, как раз местного иммунитета. Вот еда едой, физические нагрузки, о которых мы уже поговорили с Денисом, никто не отменял. Всё-таки не нужно там застаиваться. Могли бы вы нам что-то показать, что может каждый человек у себя дома какую-то короткую такую зарядку делать? Да, с удовольствием покажу. Зарядку в студию. Да. Если мы говорим о занятиях дома… Все отошли. Но я не буду прыгать, как мы договаривали. Самый такой энергозатратный, затратные группы мышц – это, конечно, ноги. Поэтому, особенно для многих женщин, это, как они считают, проблемная часть тела. Поэтому и тренировка ног, она всегда очень энергозатратная. Можно за 20 минут столько энергии потратить. В основном… Покажите прямо. Да, есть несколько упражнений таких, которые… 15 секунд осталось, да? Да, которые могут делать все дома. Отлично. Ну, мы не будем повторять, наверное. Да, можно ходить. Мы дома запомним. Вот, более такие сложные, которые… Спасибо большое. Спасибо. Мы напоминаем, что на студии был врач-иммунолог-аллерголог Наталья Николаевна Нагорна и руководитель сети тренажерных залов Денис Капустин. Поддерживайте свой иммунитет и будьте внимательнее к себе и своим близким. Будьте здоровы. Увидимся с вами через неделю. Пока! 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 Субтитры создавал DimaTorzok